Первое, что вы увидите после запуска Blender, это будет его окно приветствия, так называемый Splash Screen. Здесь указывается версия Blender, дата сборки, картинка, она меняется на каждой версии Blender. И здесь в меню есть два столбика. Первый здесь содержится в основном ссылки на официальный сайт Blender, его документацию, разработчики. Но это все на английском языке. А здесь присутствуют ваши недавние файлы, то есть я буквально вчера моделировал пиво, и здесь ссылка на мой последний файл. Также есть кнопка «Восстановить последнюю сессию», то есть если вы вчера работали над каким-то проектом, сегодня вы можете просто запустить Blender, нажать ее, и у вас он запустится. И здесь выпадающий список, здесь можно изменить настройки Blender. То есть для пользователей 3D Max было бы разумно выбрать данную опцию. Но мы их трогать не будем, так как данный курс предназначен для тех, кто только пытается освоить Blender и, скорее всего, не знаком с другими пакетами 3D графики. Поэтому здесь мы их упустим. Чтобы закрыть данное окно, достаточно кликнуть левой кнопкой мышки по нему, здесь по картинке, либо где-то на другом месте. Итак, стартовое окно мы убрали, и теперь перед нами присутствует сейчас 5 различных типов окон. Самое верхнее – это окно «Инфо». В центре у нас находится окно 3D-вида. Внизу у нас шкала времени «Таймлайн». И справа у нас два окна. Окно «Аутлайнер». Здесь находится структура нашей сцены. И окно со свойствами объектов. Вот это центральное, самое большое окно, оно является самым основным. 99% работы в Blender производится именно в нем. Но в данном уроке сейчас мы о нем поговорим лишь косвенно, а следующий урок мы целиком посвятим именно данному окну. Ну и второе по важности – это окно «Свойств». Здесь есть масса вкладочек. И здесь также производится значительная настройка объектов. Ну давайте начнем с окон. Значит, окно «Инфо». Тип окна всегда отображается слева внизу, либо вверху. Вот, например, окно «Инфо». Здесь мы видим такую иконку. Если мы ее нажимаем, здесь появляется выпадающий список со всеми доступными типами окон в Blender. Вот в окне 3D-вида оно тоже слева внизу. «Таймлайн» слева внизу. А в окне «Аутлайнера» и «Пропертиз» оно находится вверху. Ну, в любом случае, иконки с окнами здесь. И в чем преимущество интерфейса Blender, что именно кликая по данной иконке, вы можете изменять данное окно на любое другое. Вот мне нужен, например, «Таймлайн». Выбираю «Граф Эдитер» и здесь появляется данное окно. Вернем назад пока. Давайте начнем с окна «Инфо». Здесь самое первое идет меню. Давайте пройдемся подробно по меню «Файл». Итак, первый пункт – это создать новый файл. Второй – открыть. «Open Recent» – это то же самое, что было в стартовом окне, то есть файлы, с которыми вы недавно работали. «Revered» – это перезагрузить ваш сохраненный файл. «Recover Last Session» тоже уже говорил. «Recover Autosave» – это восстановить последнюю сохраненную в Blender версию автоматически. В версии 2.7, по-моему, по умолчанию он сохраняется каждые 10 минут. В настройках это все можно изменять. И если вы работаете, работаете, вдруг у вас пропал свет или Blender вылетел, что чаще бывает, чем первое, то тогда вы открываете «Recover Autosave» и у вас загружается версия, сохраненная 10, а то и меньше минут назад. Ну, здесь три пункта по поводу сохранения. «Сохранить», «Сохранить как» и «Сохранить дополнительную копию». Следующий пункт «User Preferences» – это как раз-таки настройки Blender. О них мы поговорим тоже в отдельном уроке. Все здесь объяснять я не буду, так как вы видите здесь масса настроек. Я лишь вкратце расскажу, что и как. А на моем сайте вы сможете найти статью, где подробно расписана каждая из данных настроек. Дальше у нас идет пункт «Save Startup File». То есть мы можем изменить размеры окон. Сейчас я пока там потягаю что-то. Изменить расположение их, цвета, вот эти настройки «User Preferences». То есть отмечать чекбоксы какие-то, изменить все-все-все-все параметры. Но если вы закроете Blender, по умолчанию, когда вы его откроете, он будет выглядеть у вас все равно вот так. Конечно же это неудобно. И вот для этого и существует данный пункт. Вы можете настроить Blender под себя как угодно, все его параметры. И затем нажать пункт «Save Startup File». И каждый раз при запуске Blender он у вас будет загружаться с вашими настройками. Ну и данный пункт «Uat Factory Settings», это как я уже продемонстрировал. Вы можете сделать все, что угодно, где-то что-то накосячить. Какую-то настройку изменить, сами не знаете какую, и из-за этого у вас он будет плохо работать. Выбираете пункт «Load Factory Settings» и все сбрасывается к настройкам по умолчанию. «Link» и «Append», эти два пункта предназначены для того, чтобы подключать в нашу рабочую сцену какие-то части из других Blender файлов. «Import» и «Export», соответственно, импортировать и экспортировать в другие форматы. И пункт «External Data» он предназначен для того, чтобы запаковать, например, в один Blender файл и текстуры, и HDR-карты, которые вы используете в уроке. Потому что когда вы моделируете что-то в Blender, то вы просто указываете путь к текстуре, и программа загружает туда данный файл и работает. Если вы сбросите данный ваш файл кому-то другому, он у себя на компьютере откроет ваш же проект, но у него не будет по тому пути той текстуры, которую вы использовали, то у него, соответственно, она не подгрузится. Для этого упаковывает все в один файл. Также данный пункт используется при загрузке ваших работ на онлайн-сервис, такой как Sketchfab, например. То есть вы все сохраняете в один файл, загружаете, и тогда в онлайн у вас ваша модель отображается вместе с текстурами и всеми остальными файлами, которые вы подключали. Ну и последний пункт «Выход из Blender». Остальные меню «Render» и «Window» и «Help» здесь практически ничего интересного нет. Тут присутствуют те же кнопки, которые есть на интерфейсе. Оно практически не используется. Меню «Window» я тоже тут расскажу. Здесь создать дубликат окна Blender, разделать на весь экран, как у меня сейчас, и скриншот. И меню «Help» здесь присутствуют практически все те же ссылки, что были в стартовом экране. И вот как раз последний пункт «Splash Screen». Если вы его закрыли, вы можете его выбрать. Он у вас опять появится, и здесь будут находиться те же ссылки.